Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Битва роботов. На соревнованиях Аквароботех 2019 во Владивостоке силовые ведомства представили высокотехнологичные разработки. Победы, звезды и кино. 17-й международный кинофестиваль стран АТР Меридианы Тихого завершился во Владивостоке. Это вам не каштанка. Умнейший пес дальневосточной столицы побывал в гостях на радио Ви-Би-Си. Ложись. Лежать. Также в выпуске. Три тайфуна и зима. Тайфун Та поможет пройти в неприятной близости к Приморью. Еще раз скажем, дорого-богато. Перевозчики хотят поднять тариф на проезд во Владивостоке на 10 рублей. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Глава региона требует максимально нарастить группировку техники и людей для ремонта дорог, которому в этом году значительно помешала стихия. Встреча Олега Кожемяка с руководителями подрядных дорожных компаний состоялась на днях в администрации края. Сегодня почти 40 единиц тяжелой техники круглосуточно работают на нескольких участках трассы Артем-Находка. На этих участках дорожное полотно устало настолько, что уже не способно нести современную транспортную нагрузку. И никакой ямочный ремонт не решает проблемы. Строители уже на следующей неделе приступят к асфальтированию самых разбитых участков дороги. В этом году будет капитально отремонтировано 13 километров на Ходкинской трассе. Сейчас работает здесь уже 4 комплекса. И работает компания «Транстроймеханизация», которая, как и обещала, за неделю увеличила группировку на 2 комплекса. И как право на себя обязательства, порядка 15 километров дорог, самых сложных участков будет заасфальтировано. Ну и будут продолжаться работы по далее вскрытию полотна, уплотнению его, приведению в нормативное состояние. Надеюсь, что все эти работы, которые компания запланировала, по этому году будут выполнены. Ну и на следующий год, уже с началом весны, будут продолжены работы с тем, чтобы работы шли весь летний период. И осень эта вся трасса по линии Артема-Находков приведена была в необходимое состояние. Что касается Владивостока, мэрия рапортует, что основные виды работ по нацпроекту завершились на улицах Добровольского и Сахалинское. В ближайшее время завершится восстановительный ремонт на улице Пушкинской. Подготовлены дорожные карты под асфальтирование на улице Днепровской. Готовят асфальтирование улицы Шишкина, Чайковского, Глинки, Пирогова и Политаева. Продолжаются работы на улице Енисейской. А тем временем синоптики уже дали очередное предварительное предупреждение об ухудшении погоды в Приморском крае 23 и 24 сентября. В этот период на акватории Японского моря будет проходить тайфун Тапа. По расчетам мировых погодных центров, ночью 23 сентября тайфун пройдет над югом Корейского полуострова и далее будет смещаться на северо-восток, к острову Хоккайдо. В настоящий момент расчеты траектории смещения тайфуна Тапа по акватории Японского моря различаются. А значит и вопрос о том, как близко к побережью Приморского края он пройдет и о степени его влияния на погодные условия в крае остается открытым. В случае, если тайфун пройдет в непосредственной близости к юго-восточному побережью днем 23 сентября и ночью 24 сентября, на юго-востоке и востоке Приморья пройдут сильные, местами очень сильные дожди. На реках этих районов возможен кратковременный выход воды из берегов, потопление низких мест интенсивным ливневым и речным стоком. На остальной территории края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. В случае, если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье обойдется без сильных дождей. Однако при любой траектории смещения тайфуна Тапа в прибрежных районах Приморья ожидается усиление ветра и увеличение высоты волны. А дыхающим в палатках настоятельно рекомендуют покинуть побережье к этому времени. Перевозчики хотят поднять тариф на проезд во Владивостоке до 34 рублей. Но окончательное решение о цене поездки на общественном транспорте будет принято на следующей неделе. Как говорят сами перевозчики, такой тариф является экономически обоснованным. Подтверждающие расчеты они предоставили в администрацию Владивостока. Сейчас в мэрии внимательно анализируют эти документы. Окончательное решение о цене поездки будет принято на заседании комиссии по тарифам администрации Владивостока. Повышение тарифов обуславливается рядом факторов, среди которых закупка новых автобусов. Так, в 2018-м было приобретено в общей сложности 106 автобусов. Кроме того, ежегодно растет цена дизельного топлива, запчастей. Перевозчик оплачивает содержание и боксов, и автостоянок для хранения транспорта и другие хозяйственные расходы. Цена на проезд в районе 31-34 рублей их безусловно устроит. На что, в свою очередь, глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, необходимо, чтобы новый тариф оставался социально ответственным, доступным для людей. Ранее в мэрии заявляли, что стоимость проезда точно не превысит 30 рублей. Нам же остается только ждать решение комиссии по тарифам. Итоги всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2019» среди силовых ведомств проводят во Владивостоке. Возможности новых разработок демонстрировали на базе водной станции ЦСКА. Участие в соревнованиях приняли 19 команд, которые представляли все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов, разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов. В соревнованиях приняли участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Тему продолжит Евгений Черемухин. Проводить высокотехнологичные соревнования подводных роботов «Аквароботех» во Владивостоке уже почти традиция. Первый такой турнир прошел в 2018 на базе ДВФУ. Тогда участвовали 9 команд от разных вузов России. В этом году «Аквароботех» вернулся в дальневосточную столицу, но уже в нескольких вариациях. Сначала слезнулись инженеры и кодеры из вузов, после состоялся отдельный турнир. Официальная формулировка для представителей силовых ведомств. Однако среди участников все те же ученые, инженеры и конструкторы. Заметили и наших, приморских. Они здесь, как оказалось, с особой миссией. У нас несколько исключительная функция на этих соревнованиях. Мы не разработчики именно роботов и подводных аппаратов, но мы здесь на соревнованиях впервые в России разработали и демонстрируем новое изделие, которое контролирует всю подводную обстановку. К участию в состязаниях привлекли 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов. Несмотря на всю серьезность, среди участников турнира по подводной робототехнике нашлись и те, кто не лишен чувства юмора. Как, например, этот парень из Института проблем управления. Их аппарат, который они привезли из столицы, он охарактеризовал точнее некуда. Это подводный аппарат водяной, необитаемый. Кроме шуток, подводный робот из Московского института уникален для аквароботеха. В первую очередь своей универсальностью. Изделие можно управлять дистанционно при помощи контроллера. И в то же время аппарат способен переключаться в автоматический режим, что ставит его на голову выше большинства конкурентов. В целом, весь этап аквароботеха для силовиков стал скорее демонстрацией возможностей и разработок самых разных госкорпораций или смежных институтов, так или иначе причастных к применимым на практике высоким технологиям. Выступаем с многоцелевым, малогабаритным, глубоководным аппаратом. Этот аппарат мы разрабатываем такого рода изделия. Мы изготавливаем концерны с головой впервые. И мы здесь подтверждаем нашу готовность выпускать линейку такого рода изделий. Несмотря на то, что большая часть разработок позиционируется как продукция для военных, некоторые технические новинки, уверенные организаторы, найдут применение и в гражданской сфере. Это может быть охрана природных объектов или промысловых зон, что для Приморья особенно актуально. А может, будущее этих подводных машин изучать просторы Мирового океана. Евгений Черемухин, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Эта неделя в столице Дальнего Востока прошла под флагами 17-го международного кинофестиваля стран АТР Меридианы Тихого. На суд жюри, которое на этот раз возглавила российский режиссер Анна Меликян, было представлено более 50 картин. Жители и гости Владивостока смогли увидеть таких звезд Голливуда, как Уильям Булдуин и Майкл Мэтсон. Награждение лучших конкурсных фильмов прошло на церемонии закрытия фестиваля накануне. Отечественные картины «Мальчик русский» и «Большая поэзия» взяли призы сразу в нескольких номинациях, а «Мальчик русский» к тому же получил Гран-при фестиваля. Подробнее о том, что происходило на Меридианах-2019 в нашей рубрике «Тема недели». Неделя кино объявляется закрытой. Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» является одним из главных культурных событий Приморской столицы на протяжении вот уже 17 лет. В этом году в отборочную комиссию поступило около 600 кинолент из 107 стран. Из них отобрано было более 50 фильмов, которые представили на суд зрителей. Президентом фестиваля 2019 стал знаменитый отечественный актер и режиссер Константин Хабенский. Я часть фильмов видел уже, которые здесь представлены. Они были на кинотавре. Они хорошие. Я очень надеюсь, что зрителям Владивостока тоже понравятся эти киноработы. Также Владивосток посетили звезды Голливуда. Майкл Мэтсон, снявшийся более чем в 170 фильмах и один из ведущих актеров Тарантино, во Владивостоке уже бывал. А вот Уильям Болдуэн в Приморской столице впервые. Майкл Мэтсон назвал Владивосток дружелюбным и кинематографичным. Мне удалось посетить этот хороший фестиваль. Все дружелюбные. Мне нравятся фильмы, я наслаждаюсь их созданием. Иногда нужно показывать и поддерживать фестивальное кино. Все здесь дружелюбные. Это прекрасный фестиваль, профессионально организованный. Все суперкрутые, хотя очень долго добираться к вам. В рамках кинофестиваля у жителей Владивостока появилась возможность пообщаться с известными деятелями кино, послушать кинокритика Антона Долина и поучаствовать в мастер-классе режиссера анимационного кино из Китая Чэнь Си. Владивосток открыл для себя не только иностранные киноперсоны, но и отечественные. Я первый раз во Владивостоке. У меня все впечатления открашены именно вот этим первым посещением. Очень красиво здесь. Вообще какой-то другой край совершенно. Хотя я по кровям по своим, я где-то из этих краев, из приморских. Очень здорово, хороший фестиваль, радостно, хорошее настроение. Я думаю, будут прекрасные фильмы. В общем, все как должно быть на хорошем фестивале. Это мой 15-й уже приезд на фестиваль Владивосток. И мне нравится, что с каждым годом он не то, что хорошее, а он крепнет. Но при всем при этом остается таким теплым и семейным, очень добрым по атмосфере. И это его отличает от всех фестивалей, которые происходят в нашей стране. Фестивальную программу и кинотуры посетили несколько тысяч приморцев. И самым интригующим событием, конечно же, была и остается церемония награждения лучших и закрытие фестиваля. Отгремел, отшумел 17-й кинофестиваль «Меридианы Тихого». В этом году «Меридианы» собрали фильмы из 53 стран. Позади творческие встречи, мастер-классы знаменитых актеров и режиссеров. На звездную дорожку вновь вышли именитые гости. В этот раз, чтобы попрощаться со зрителями из Владивостока. Главным гостем фестиваля стал, конечно же, Кристофер Лаймберт. В активе франко-американской звезды более 80 ролей. Но широкой аудитории он больше известен по своим ролям в фильме «Горец», «Смертельная схватка» и «Подземка». Его участие в фестивале обошлось организаторам в 5 миллионов рублей. Это очень важный кинофестиваль, ведь здесь представлен блок восточного кино российского и всех восточных стран, а также азиатского рынка. Что очень важно для кинематографа сегодня и всегда. Впечатление от Владивостока, я люблю океан, я счастлив быть здесь. Я знаю немного русских слов. Я попрактикую свой русский, но много россиян здесь говорят на английском. Это очень мило и тепло увидеть моих российских фанатов. Это было трогательно и приятно. Приз Юла Бриннера получилась за дебют в картине «Выше неба» Таисия Вилкова. Приз за лучшую режиссуру достался Александру Лунгину за фильм «Большая поэзия». Я всегда рад приехать в Владивосток, и мне здесь нравится, поэтому я с удовольствием провел здесь время. Что касается публики, ну, мне показалось, что реагировали скорее благосклонно, и я надеюсь, что кому-то понравилось. Как всегда, грандиозно, ярко. Я много раз бываю на этом фестивале. Настоящий праздник. Праздник искусства, праздник кино, праздник добра людей, потрясающего города. Я даже его переименовал и говорил, что это Владивосторг. Я приехал практически в последний день и сыграл здесь спектакль «Спасти рядового Гамлета». Вот от приема зрителей, от всего, что происходило на сцене, у меня потрясающее впечатление. И грандиозно организован финал. Надеюсь, что все соответствовало вот этим двум дням. История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе, поразил кинокритиков и зрителей. Приз за лучший короткометражный фильм получил режиссер Мириам Жубер за работу «Братство». Фестиваль во Владивостоке вновь дал возможность увидеть кино Азиатско-Тихоокеанского региона во всем многообразии, узнать о русских дебютантах и лично пожать руки выдающимся деятелям киноиндустрии. Катерина Матвеева, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Это вам не Каштанка. Умнейший пес в дальневосточной столице побывал в гостях радио ВИБИСИ. Самый смак, перевоплощение, другая реальность и мусор – все это связала рубрика ТОП-5. Уныние и радость. Хоккеисты, адмирала, недовольны игрой с ЦСКА, а дикие панды лучше всех играют в американский футбол. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешью» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Это вам не Каштанка. Умнейший пёс в дальневосточной столице побывал в гостях радио ВИБИСИ. Самый смак, перевоплощение, другая реальность и мусор – всё это связала рубрика ТОП-5. Уныние и радость хоккеисты – адмирала недовольной игрой с ЦСКА, а дикие панды лучше всех играют в американский футбол. Умнейший пёс дальневосточной столицы оказался даже не воспитанником кинологов-силовиков, без острой морды и совсем невнушительной комплекции. Обычный чихуахуа попал в руки хорошему хозяину. Как результат, собака знает 65 команд и отлично держится как на камеру, так и в эфире радио ВИБИСИ. Подробнее о визите четвероногого к журналистам в следующем сюжете. Обычный день в эфире радио ВИБИСИ. За микрофоном ведущая эфира Александра Смолина готовится провести экватор. А на диванчике уже уютно расположились они. Владимир и его воспитанник и питомец, соответственно, Фунтик Владимирович. Я хочу представить вам телезвезду и популярного героя ютуб-канала Инстаграм с огромным числом подписчиков и более миллиона просмотров. Дважды женатого, имеющего пятерых детей, Фунтика Владимировича. А он, кстати, может, ну там, как-то себя представить, типа, голос? Фунтик? Давайте. Фунтик? Кто там? Кто там? Нет. Не хочет? Ладно, ничего. Эта парочка не просто обычный дуэт «Хозяин-питомец». Ребята уже успели стать звездами телепередач и соцсетей. А на ютуб-канале еженедельно появляются видео о том, как они разучили ту или иную команду или просто забавные моменты из жизни. Как признался Владимир, поначалу он недооценил способности Фунтика к обучению. И очень зря. Сегодня пёс знает 65 команд и отлично держится на камеру. Ложись. Лежать. Владимир, как заботливый владелец, делает жить своего воспитанника и друга по-настоящему разнообразной. Хозяин и пёс регулярно играют вместе, гуляют на природе, занимаются спортом, каждый своим, конечно. А таких, обычно говорят, не разлей вода. «Прыгай. Ай, молодец. Ты моя умничка. Умничка. Молодец. 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 Всё. Иди ложись. Ложись ложись. Всё. Молодец. Стоп. Стоп. Стой, стой, стой. Заду, заду. Вот всё. Теперь прыгай. Ай, молодец. Умничка». В ходе эфира на Ви-Би-Си с собакой хозяин рассказали о себе, поделились секретами дрессировки и открыли зрителям главный секрет. «А кто из вас первая скрипка? Всё-таки вы как хозяин или он как ваш друг, соратник и брат?» «Здесь сложно сказать. Я думаю, что это командная работа, потому что всё зависит и от хозяина, и от питомца. Поэтому, думаю, всё в совокупности получается вот такое». «Такой тандем». Евгений Черомухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. «Лежать. Лежать. Стой, видно. Стой, видно. Ай. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже и шокировало пользователей интернета. Сегодня расскажем и покажем. Олимпийская медаль из мусора, концерт в виртуальной реальности и перевоплощение Анжелины Джоли в Малефисенту. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «Топ-5». Компания Disney показала видео, на котором Анжелина Джоли превращается в Малефисенту. Актрису сначала можно видеть без макияжа с двумя косичками. После этого гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы. В итоге на Джоли надевают рога и красят губы красной помадой. Актриса вставляет клыки и предстает в образе своей героини. Американская скрипачка Линси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности. Он длился около двух часов. В это время скрипачка находилась в студии, но отображалась в виртуальном пространстве. Стирлинг играла свои композиции и общалась со зрителями. К видео могли подключиться обладатели VR-шлемов. В Тюрихе активисты вылили в реку ядовито-зеленую краску, чтобы обратить внимание общества на надвигающийся экологический коллапс. Однако пользователи решили превратить реку в хромакей и начался креатив. В интернете опубликовали видео, на котором молодой человек и девушка катаются на американских горках. В определенный момент кто-то из катающихся на аттракционе внезапно роняет телефон, и он должен был упасть на землю, если бы не ловкость мужчины. Он ловит гаджет и держит его в руках. Пользователи сети признали, что кадры изрядно взбудоражили их. Стремление японцев к защите экологии восхищает. Олимпийский комитет Японии собирается наградить победителей Олимпиады в Токио в 2020 году медалями из переплавленных драгоценных металлов, которые содержатся в электронном мусоре. Для этого в муниципалитетах страны были открыты пункты сбора старой техники. Организаторы собрали больше 70 тысяч тонн электронного мусора, полностью обеспечив себя запасами золота и серебра, необходимыми для выплавки металей. Таким образом, Япония не потратила бюджетные средства на изготовление металей. Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. А прямо сейчас спортивные новости. Хоккеисты «Адмирала» потерпели разгром от московского ЦСКА. Дикие панды стали чемпионами Дальнего Востока по американскому футболу. Крупные соревнования по конному спорту пройдут во Владивостоке. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал», будучи в гостях, встречался с московским ЦСКА. Противостоять действующему чемпиону КХЛ было непросто. И если в первом периоде моряки еще могли дать бой, то уже во второй 20-ти минутке гости рассыпались. Хозяева прощупали слабые места приморцев и закатили им красивые три шайбы. Отличились Капризов, Мамин и Марченко. На такое доминирование нужно было чем-то отвечать, поэтому почти весь заключительный отрезок «Адмирал» провел в атаке. Череда неплохих заходов и бросков, увы, ни к чему не привела. Зато москвичам хватило одной быстрой контратаки, чтобы сделать счет разгромным. 4-0. Приморцам ничего не оставалось, как признать поражение. Следующий матч «Адмирал» проведет вновь на выезде. 21 сентября в гости ждет клуб «Сочи». Дикие панды стали чемпионами Дальнего Востока по американскому футболу. Владивостокский клуб уже в четвертый раз выигрывает на окружных соревнованиях. Они, к слову, проходили в этот раз в Хабаровске. На пути к своей победе черно-белые обошли якутскую команду «Батуры» 78-8 и игроков «Блэк Гризли» из Комсомольска на Амуре 56. Параллельно приморцам до финала добрался также их давний соперник – Хабаровский «Легио-27». Этакое дальневосточное дерби каждый раз получается непредсказуемым. В этот раз финальная схватка прошла полностью по сценарию гостей. Сухие 57-0 на табло ознаменовали победу диких панд, поэтому дальневосточный кубок уезжает во Владивосток. Крупные соревнования по конному спорту пройдут во Владивостоке. 21 и 22 сентября в парке Минного городка соберутся лучшие всадники из Приморья и Хабаровского края. Они будут показывать свои навыки в двух традиционных дисциплинах – в конкуре и выездке. Большая часть состязаний будет именно по конкуру. Там спортсменам со своими лошадьми предстоит преодолевать маршрут с препятствиями. Высота планок здесь достигает редких для Приморья 140 сантиметров. Те же всадники, которые смогут пройти самые сложные преграды, без ошибок получат звание кандидата в мастера спорта. Начнутся соревнования 21 сентября в 10.00 с красивой и элегантной выездки. После нее стартует конкур. Вход для зрителей свободный. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Главные враги – время и погода. Глава региона требует максимально нарастить группировку техники и людей для ремонта дорог, чтобы успеть до холодов. Три тайфуна и зима. Тайфун Тапа может пройти в неприятной близости к Приморью. Дорого-богато. Перевозчики хотят поднять тариф на проезд во Владивостоке на 10 рублей. Битва роботов. На соревнованиях «Аквароботех-2019» во Владивостоке силовые ведомства представили высокотехнологичные разработки. Победы, звезды и кино. 17-й международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» завершился во Владивостоке. Это вам не Каштанка. Умнейший пёс дальневосточной... Это вам не Каштанка. Умнейший пёс дальневосточной столицы побывал в гостях радио ВИБИСИ. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток.